День формирует чувство уважения, любви, символики, чувство сопричатности к нашему великому стране. Трехцветный символ единства Крыма. На полуострове впервые официально отпраздновали День государственного флага республики. Крестный ход, молебен и омовение в морских водах. В Крыму отметили светлый праздник Крещения Господня. Около миллиона человек поучаствовали на масштабной мирной манифестации в Грозном. Таким способом люди хотели поддержать свободу выражения веры. Основная идея – недопустимость оскорбления веры и дискриминации по признаку религии. Такой массовый флешмоб поддержали во всех регионах России, в том числе и в Крыму. Мы – крымчане, вне зависимости от вероисповедания, сердцем вместе с нашими соотечественниками. Всех нас объединяет понимание ответственности за мир и согласие в нашем общем доме. Мы не приемлем, когда под предлогом защиты свободы слова оскорбляются чувства миллионов верующих, разжигается ненависть. Никто не имеет на это право. И политики и журналисты должны четко различать грань между свободой и вседозволенностью. В Крыму правоверующих крымчан, вне зависимости от их конфессиональной принадлежности, надежно защищены. Наша республика была, есть и будет территорией согласия. Также Сергей Аксенов осудил террористический акт в Париже и жестокие обстрелы городов Донбасса. По его мнению, политики двойных стандартов в данном случае быть не может, хотя ее продолжают активно навязывать в Евросоюзе. Убийство людей не может быть оправданным ничем. В то же время поражает, что ни многочисленные террористические акты в разных странах, ни трагедия Одессы и Донбасса не вызвали такой волны осуждений и сочувствия в Европе, как расстрел парижских журналистов. Это избирательное сочувствие свидетельствует о двойных стандартах либеральной Европы. Яркое тому доказательство равнодушия цивилизованной Европы в отношении ежедневных трагедий в Донбассе. Новая волна кровавого противостояния накрыла Донецкую и Луганскую народную республики. Киевские власти, продуктивно используя временное перемирие, нарастили свой военный потенциал и с новой силой начали наступательную операцию по всему фронту. Не оставил это без внимания президент РФ Владимир Путин. В открытом письме он призвал главу Украины срочно отвезти всю тяжелую технику из зоны конфликта. Что ответил президент соседнего государства и чем это обернулось для Новороссии, смотрите далее. Политика кровавого лицемерия продолжается. Невзирая на комментарии мировой общественности и многочисленной договоренности, украинские силовики развязали широкомасштабные боевые действия по всем фронтам от Донецка до Мариуполя. Зафиксированы 56 обстрелов населенных пунктов и позиции ополчения за прошедшие сутки. Многострадальная Горловка по-прежнему остается на линии удара. Там украинские силовики всю ночь бомбили 500-килограммовыми авиабомбами. Мы рядом живем по Ленину, видели, как горит дом. Вчера вечером страшно. У меня ребенок всю ночь просыпался, мне казалось, что наш дом горит. Неизменным полем боя остается Донецк. В результате артобстрела там разрушен Путиловский мост. Боют! 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 К бою! После затяжных боев защитники Донбасса продолжают удерживать терминалы аэропорта. Несмотря на все попытки их вернуть, украинские силовики потерпели здесь полное тактическое поражение. Хоть в этот раз ополченцы сумели защитить свои позиции, глава Донецкой Народной Республики отмечает, что предстоят новые, более тяжелые этапы войны. Киев благодаря перемирию использовал перемирие в целях наращивания своих военских группировок, перевооружению, боевому слаживанию подразделений, насыщению подразделений крупнокалиберной артиллерией, системами залпового огня «Ураган» и «Град». Операция по полному уничтожению Народных Республик на данном этапе у украинских силовиков с треском провалилась. Защитники Донбасса сумели дать достойный отпор. Несмотря на это, обе стороны понесли значительные потери, а число раненых исчисляется десятками. Мальчик 11 лет, ранение осколочной головы. Причем здесь дети, непонятно. Война. Чья? Не объявленная война? Войны нет абсолютно. А почему-то погибают мирные жители. Почему? Кому задать вопрос? Россия же задала вопрос президенту Украины Петру Порошенко. Срочно отвезти тяжелую технику из зоны конфликта на практике призвал Киев президент Российской Федерации Владимир Путин. Предлагаю, чтобы обе стороны, как украинские силовые структуры, такие ополченцы Донбасса, ДНР и ЛНР приняли неотложные меры к прекращению взаимных обстрелов, а также немедленному отводу сторонами конфликта средств поражения калибром свыше 100 мм на дальности, установленный Миминским меморандумом, от 19 сентября 2014 года, исходя из фактического прохождения линии соприкосновения согласно прилагаемой карте. Ответ Киева последовал довольно быстро. Причем Порошенко решил не утверждать себя, и Путину де-факто ответил хунтовский МИД. В заявлении, опубликованном на сайте украинского ведомства, традиционно утверждается о неуклонном исполнении ими всех пунктов Минских соглашений. А информацию о последних ожесточенных боестолкновениях, а в том числе и о взятии Донецкого аэропорта, попросту называют байками российской пропаганды. Дарья Скобеева, Время новостей. И переходим к последним новостям полуострова. 19 января Крым отмечает День государственного флага республики. У здания госсовета и на центральной площади столицы полуострова было развернуто сине-бело-красное семиметровое полотнище. Представители власти и различных общественных организаций, а также бойцы народного ополчения и жители города провели торжественный митинг. Участники держали в руках флаги России и плакаты «Мир Донбассу! Я Донбасс!» в знак поддержки жителей Новороссии. На главной площади города собрались десятки людей. В руках у них не только флаги Крыма, ставшие основными виновниками торжества, но и плакаты с лозунгами в поддержку жертв войны в Донбассе. Даже в праздник люди всей душой переживают за судьбу соседних регионов. Крымчане, как никто другой, понимают граждан непризнанных республик. Ведь они сами недавно могли оказаться в такой же ситуации. Для жителей полуострова флаг – это символ победы и борьбы за свободу. Поздравляю всех крымчан с нашим замечательным праздником – днём флага республики Крым. Этот день формирует у нас чувство уважения, любви, символики, чувство сопричатности к нашему великой стране. Он объединяет все наши народы, которые проживают здесь в Крыму. Мы единый народ. В честь праздника на главной площади города был торжественно развернут 7-метровый флаг Крыма. Красный цвет крымского флага символизирует героическое прошлое полуострова. Верхний – синий, веру в счастливое будущее. И средний – белый равенство и дружбу культур и народов республики. И ещё огромный флаг можно было увидеть у стен Государственного совета. Дух патриотизм там также поднимали вокальные номера фольклорных коллективов и заслуженных исполнителей Крыма. Уважение к символам республики является очень важным элементом политической культуры и политического воспитания всей нашей молодёжи. Поэтому мы считаем, что всё это и герб, и гимн, всё это нужно. И сегодня депутаты все разъехались по школам и будут в школах проводить именно уроки и рассказывать детям. Стоит отметить, что в последнее время флаг Крыма начал пользоваться особой популярностью не только в государственных учреждениях. Жители и гости полуострова охотно скупают в магазинах продукцию с символикой республики. Конечно же, стали покупать больше после присоединения Крыма к России. Поднялся патриотизм. Флаги берут, пользуются спросом. Берут, конечно же, и оптами в розницу. Всё гениальное просто. Сегодняшний всем известный вариант крымского флага – это результат работы авторского коллектива художников Мальгина и Трусова. Именно они стали победителями конкурса на лучший вариант государственного символа. Когда была воссоздана крымская автономия в 1991 году, были приняты новый флаг и новый герб. Вот закон Республики Крым о государственном флаге Республики Крым и о государственном гербе Республики Крым. Республиканские власти уверены, приверженность населения к государственным символам напрямую зависит от качества жизни обычных граждан. Сегодняшние мероприятия были ярким примером того, что крымчане ценят то, что имеют и чувствуют надёжную поддержку правительства. Как только уровень жизни будет повышаться, все мы будем гордиться этим. И вызывать слёзы, когда смотрят, посмотреть, когда олимпийские чемпионы наши в честь них поднимают флаг и звучит российский гимн. У всех на щеках появляются слёзы, гордость. И то же самое будет в Крыму. С начала года на дорогах полуострова уже погибло четверо. Ещё 16 человек получили травмы различной степени тяжести. Большая часть ДТП произошла именно по вине пешеходов, говорят в ГИБДД. Некоторым людям просто лень дойти до перехода или дождаться нужного сигнала светофора. Теперь за такую беспечность нерадивых участников дорожного движения будут сильно наказывать рублём. Продолжит Екатерина Сабинина. Быстрота и натиск. Этому энергичному лозунгу, к сожалению, активно следуют многие крымские пешеходы. Кто-то перебегает дорогу на запрещенный сигнал светофора, некоторые не удосуживаются дойти до него буквально несколько метров. Мы не пошли, не побеспокоились о своей безопасности, не подумали. Мы люди взрослые, по сторонам посмотрели налево-направо. Оживлённое движение для беспечных пешеходов не помеха. Каждый стремится сэкономить своё время и хоть как-то сократить путь, не задумываясь о возможных плачевных последствиях. Водитель с 30-летним стажем Владимир Наход таких любителей экстрима на своём веку повидал немало. Он уверен, каждый участник дорожного движения должен чувствовать персональную ответственность, даже находясь на зебре. Пешеходу легче остановиться, чем машине, правильно? В Севастополе сбили ребёнка насмерть. Мама тянула его за руку через пешеходный переход. Вот, вроде бы она права, да? Но, а этот, на самом деле, что получается? Погиб ребёнок, да, ей от этого легче. Пешеход всегда прав, по крайней мере, так думает сам пешеход. Но не стоит забывать о том, что человек без машины является таким же полноправным участником дорожного движения. И правила для всех одни. Теперь за их несоблюдение будут штрафовать не только водителей. С начала года с участием пешеходов произошло 20 ДТП. Четыре человека погибли. Такая беспечность непростительно считают в ГИБДД. Профилактические беседы и предупреждения закончились. Нет времени ждать нужного сигнала светофора – заплати штраф. За нарушение правил дорожного движения пешеходами предусмотрена административная ответственность и штраф в размере 500 рублей. Если действия пешехода повлекли помехи для движения транспортного средства, то штраф будет составлять 1000 рублей. Как вы считаете, 500 рублей, 1000 рублей штраф с пешехода – это не сильно ли много? Ну, за такое незначительное нарушение, как переход в неположенном месте. Как вы считаете, сколько стоит жизнь? Человек, переходя улицу в неположенном месте, рискует своей жизнью. Уже с 20 января в местах массовых нарушений правил дорожного движения будут дежурить посты ГИБДД. Но штрафовать будут не только беспечных пешеходов. Водителю, который пошел на обгон на зебре и не пропустил человека, придется раскошелиться на полторы тысячи. Екатерина Сабинина, Андрей Трещук. Время новостей. В Симферопольском кафедральном соборе Александра Невского в День Богоявления, так еще называют праздник Крещения, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь совершил чин великого освящения воды, которую доставили из Космодемьяновского монастырского источника. После вознесения молитв и троекратного погружения креста в освящаемую воду, по традиции в небо полетели голуби. Крещенская вода должна быть в каждом доме православного христианина. Ее бережно хранят в святом углу возле икон. Святую крещенскую воду принято употреблять натощак вместе с просворкой после утреннего молитвенного правила. С особым благоговением, как великую святыню. Благословение Божие да пребудет со всеми вами. Сердечно поздравляю с праздником. Храни вас всех Господь. В честь православного праздника Крещения Господня в Крыму прошли традиционные купания. В храмах светили воду и читали праздничный молебен. На территории полуострова было организовано 27 объектов, на которых более 7 тысяч жителей и гостей республики смогли окунуться в море. В Ялте, Севастополе, Судаке и Керчи сегодня весь день народные гуляния. Как крымчане приняли участие в обряде водоосвящения, знает Ирина Гротила. Православным традициям следует и председатель Государственного совета республики Владимир Константинов. Религиозный обряд прошел по всем канонам церкви. Молебен, окропление святой водой и крещенский заплыв. В этот день во всех храмах читают праздничный молебен и крестным ходом идут к набережной. После божественной литургии все желающие смогли окунуться в море. По народным поверьям считается, что в такой религиозный праздник вода забирает все плохое с души и тела. Температура в Ялте сегодня плюсовая, поэтому для крымчан традиционные крещенские купания прошли легко и с удовольствием. Александр из Ялты купается на крещение уже не первый раз. В этом году решил познакомить с традицией и маленькую дочь. По словам мужчины, это настоящий заряд жизненной энергии. Самое приятное ощущение и самый свой лучший кайф. Надо просто попробовать. Никогда не заболеет никто, да? Да. Эмоции у смельчаков хоть отбавляй. На набережную в Ялту пришли и те, кто решил испытать себя впервые, и те, кто не пропускает купание из года в год. Для большинства закаленных жителей полуострова окунуться в прорубь куда проще, чем в теплое море. Мне легче, когда холоднее на улице. Когда мороз проще. Купался при 14 градусах, было полегче. Присоединились к горожанам и представителям местных властей. Глава администрации Ялты Андрей Растенко после праздничного заплыва решил, что закаляться будет и дальше. Давно не практиковал, ввиду обстоятельства определенных. Я так понял, теперь я обречен на то, чтобы постоянно купаться, особенно в крещении. Но я хочу сказать, мне понравилось. Православный праздник прошел масштабно по всему полуострову. К примеру, истинная купель в Севастополе. Именно здесь было совершено танцство крещения князя Владимира. Продолжение праздника. В этот день жители западной столицы Крыма пришли в Херсонес осветить воду и окунуться в Черное море. Религиозный обряд не только закаляет, но и воодушевляет людей. Духовные скрепы мы чувствовали всегда, а сегодня особенно. Советую всем принять этот обряд, но сперва должно дойти это в душе. В Керчи, собравшись окрестным ходом, прошли до местной набережной, где священники по традиции трижды опустили воду крест. И только после этого верующие смогли окунуться. Холодная вода никого не пугает. Искупаться в такой праздник полезно для здоровья. Особенно, если следовать традиции каждый год. Я до этого года четыре каждый год окунался, потом год не окунался, а сейчас опять. Сначала было холодно, когда заходишь в воду, а потом, когда выходишь из воды, сразу жарко становится и аж тело обжигает. Жители Судака собрались на народные гуляния с самого утра. Угощались горячим чаем, издобой пели народные песни и, конечно же, купались в море. С праздником! Сотрудники МЧС объявили в этот день повышенную готовность, но в целом праздник Крещения в Крыму прошел спокойно. Пострадавших нет, есть только довольные и обновленные крымчане. Ирина Гротила, Игорь Романенков, Время новостей. Православный храм всего за один день впервые был воздвигнут в крещенский сочельник в Херсонесе. Со строительства этого деревянного собора в Севастополе начался всероссийский проект «Креститель». Подробнее расскажут наши корреспонденты. Деревянный храм рос буквально на глазах у верующих. Он такой единственный в Крыму. Назван в честь Сергия Радонежского, сделавшего многое, чтобы Русь объединилась вокруг святого места. Чудо ведь, когда за один день воздвигается храм. Чудо, когда у людей появляется возможность в течение чьей сутки прийти в храм, в котором будет совершаться таинство. Чудо, когда в течение суток можно принести своих детей для того, чтобы причастить их. Конечно же, все это чудо. Для Севастополя это важный момент, потому что, наверное, это первый подлинно русский, в русском стиле храм, который подарен городу Севастополю. Храм строится вручную. Здесь каждому бревнушку, а использовано было 53 кубометра сосны, прикоснулись человеческие руки. Для строительной компании этот деревянный храм юбилейный, 45-й. Полноценный храм, потому что там присутствует алтарь, там будет служиться литургия. Собран из северного леса, в Кирове у нас производство. Там мы изготовили бревно, изготовили комплект, собрали контрольную сборку, потому что везли за 3000 километров. Они должны были быть уверены в каждом бревнышке. Наша компания специализируется на строительстве храмов. Этот храм собран по технологии обыденной. Это старинная традиция возведения храмов за объединенный день, то есть за 24 часа. По такому проекту построены всего два храма в Забайкалье и в Москве. У Владимирского собора деревянная церковь возведена временно для съемок документального фильма, посвященного жизни и подвигам князя Владимира Святого, крестителя Руси. Но уже подобрано и постоянное место. Новый храм будет стоять на улице Шевченко в 5-м микрорайоне Севастополя. Татьяна Шманаева, Время новостей, Севастополь, Херсонес. Если очень хочется, то можно, но только с оглядкой на медицинские показатели. Традиционный крещенский обряд окунания в ледяную воду медики отобряют частично. Обычно рекомендуют начинать закаливание с теплого времени, то есть с конца весны, начало лета. Людям с особенностями здоровья, то есть людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, со сниженным иммунитетом, маленьким деткам, беременным женщинам. Людям, склонным к различным стрессовым реакциям, к дистонии сосудистой, нужно очень осторожно подходить к этому методу оздоровления. Однако для кого-то такая православная традиция по-прежнему необычна. Иностранцы, к примеру, до сих пор удивляются загадочной русской душой. Не-не-не, не боюсь. Сегодня очень-очень холодно. И когда будет купаться, будет хайпотермия. Я тоже учусь на медицинский, тоже очень хорошо понимаю. Если температура будет мало, тогда может быть, будет умер тоже. Пока я помню, я живу, гласят известные строчки из песни Муслима Магомаева. Они стали своеобразным эпиграфом прошедшего в Крымской филармонии вечера памяти Елены Образцовой. Силами артистов и творческих коллективов полуострова была подготовлена небольшая концертная программа из лучших оперных арий. Данный проект дань памяти народной артистке СССР Елене Образцовой. Напомним, она скончалась 12 января в Германии в возрасте 75 лет. Знакомство с великой оперной певицей Еленой Образцовой, директор Крымской филармонии Илья Пандул, помнит до самых мелочей. А началось все с приглашения в Москву, которое прислал благотворительный фонд артистки. В столице готовился грандиозный концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией, с символичным названием «И снова вместе». Эта брошюра до сих пор лежит у него на столе, как память о той судьбоносной встрече. Ты или сразу в нее влюбляешься, как в такую вот глыбу, массу такую творческую, или, конечно, уже ничего у вас не получится, я имею в виду в творческом плане. Но вот у меня получилось. Ну, наверное, что-то у нее есть такое, что она не может себя плести. Тогда между ними завязалась дружба. Елена Образцова и Илья Пандул начали строить совместные творческие проекты. Планировала, что в Крымской филармонии начнутся перемены к лучшему. В том числе было принято решение начать мастер-классы от оперной дивы. Во многом этому способствовал благотворительный фонд поддержки музыкального искусства, который и возглавляла Елена Васильевна. Специальная музыкальная техника, свет, сцена, рояль. Здесь было подготовлено абсолютно все для проведения мастер-классов оперной дивы. Планы рухнули, когда во всем мире прозвучала новость о том, что Елена Образцова умерла. Сегодня в этом зале силами артистов Крымской филармонии подготовлен концерт в репертуаре «Арии и романцы». Этот проект – своего рода дань памяти золотому оперному голосу России. Мы ее очень любили, очень сочувствуем. Даже трудно говорить. Мы потесены ее искусством. Утрата большая. У нас и так мало таких людей. С народной артисткой СССР певица Елена Басаргина лично знакома не была. Творчество Елены Образцовой она изучала самостоятельно по аудио и видеозаписям. Сегодня заслуженной артистке Крыма выпала честь закрыть концертную программу. Для этого она выбрала песню с символичным названием «Пока я помню, я живу». Она добивалась всего жизни сама и огромным трудом путем многих жертв. Потому что быть в творчестве, быть артистом – это значит чем-то жертвовать. Она жертвовала очень многим. Я заканчиваю этим произведением. И естественно, что это будет как точка такая монументальная, что пока мы живы, мы будем ее помнить всегда. Зрители по достоинству оценили творческую работу артистов бурными аплодисментами. И остались благодарны за то, что еще раз услышали великие произведения, некоторые из которых исполняла когда-то сама Елена Образцова. Гении не уходят, они остаются вместе с нами, остались ее записи. Просто сегодня вечером придите, зайдите в интернет и послушайте ее арию Далилы. И это скажет вам обо всем. Ольга Савенко, Анатолий Скорик, Время новостей. Первую теле-елку презентовали в Крыму. Благотворительное новогоднее представление прошло в Симферопольском цирке. И организаторами спектакля, за которым наблюдали почти полторы тысячи зрителей, стали сотрудники нашего телеканала. Подробнее в сюжете. В Новый год пусть и запоздавшие решили начать с главного, с подарков. От организаторов сладости, а от неравнодушных симферопольцев игрушки. Семейная пара Дмитрий и Юлия давно планировали поучаствовать в подобном мероприятии. И, наконец, задуманное удалось реализовать. У нас недавно в жизни случилось важное событие. Мы сыграли свадьбу. И появилась такая идея, чтобы гости вместо цветов дарили нам мягкие игрушки. Но мы, конечно же, это огромное количество игрушек не себе хотели оставить, а изначально хотели подарить каким-то детям, которым это нужнее. То есть интернатским, из детдомов. И тут услышали, что будет такое замечательное мероприятие, где будут как раз те детки, которым это нужно. Ну и, я думаю, все получилось. Дети радостные. Мы довольны. Ну, это уже очень здорово, видеть улыбки деток, видеть, как они становятся чуточку счастливее, чуточку веселее. Ну, это прекрасно. Детей нужно радовать всеми возможными способами. Дети должны быть счастливы. Обладателями новых плюшевых друзей стали ученики нескольких симферопольских спецшкол. Они не скрывают восторга. Многие впервые в таком большом зале. Учителя отмечают, такие мероприятия – очень важный шаг в социальной адаптации детей. Нам очень понравилось это представление. Мы очень рады. И хотелось бы побольше присутствовать на таких представлениях. Давайте скажем всем спасибо. Спасибо! Когда все с подарками, можно переходить и к главному событию – самой сказки. Звучат фанфары, и на сцене появляются главные действующие лица. Не беда, что новогоднее представление презентуют через полмесяца после самого праздника. Организаторам и актерам удалось добиться главной задачи. Дети пусть и ненадолго, но забыли о своих проблемах и полностью погрузились в мир сказки. В том, что дарить праздник никогда не поздно, уверена и генеральный директор телерадиокомпании «Крым» Екатерина Козырь. Тем более, что основная масса детей, а это более 500 человек, ученики спецшкол, детских домов и беженцы из Новороссии. Для них новогодние праздники и так остались за бортом. Изначально организацией занимались несколько человек из продюсерской группы «Первого Крымского». А в итоге количество неравнодушных участников и партнеров выросло до нескольких десятков человек из разных организаций. Задача выполнена, и полный зал тому подтверждение. Впервые мы проводим первую теле-елку. Сегодня принимают участие как артисты цирка, так и любительские коллективы, профессиональные коллективы. Очень много людей откликнулось. А значит, у этого мира есть надежда, значит, все мы люди добрые, сердечные. И дети должны улыбаться. Дети для этого, собственно говоря, на этот свет и появляются. На сцене появились традиционные сказочные персонажи. Дед Мороз и Снегурочка, разбойники и феи, пираты и эльфы. Игрой актеров остались довольные дети и родители. Тебе какая-то песня понравилась? Да. А про что была песня? Они пели песню по елочку, которая оделась. Как рассказывали сказку? Про Новый год. Очень хорошее представление, впечатлений много. Мы уже не первый раз ходим на всякие представления. Так что очень понравилось. Несмотря на то, что главными героями традиционно считаются Дед Мороз и Снегурочка, в этот раз сердца маленьких зрителей завоевал кот в сапогах. Все препятствия пройдем, Дед Мороза мы найдем. В его роли выступал студент 2-го курса Крымского университета культуры, искусств и туризма Владислав Тарабанюк. Он считает, что дети – самый беспристрастный зритель, и если они отметили успех, значит так и есть. Впрочем, отметил работу всего коллектива. Сегодня мы показывали сказку для своих. Это в первую очередь. Хотел бы пожелать, несмотря на всякие беды, войну и прочие негативные вещи, чтобы они все равно верили в чудо, в Деда Мороза и отмечали все праздники, в радости, веселье. В этот раз в мероприятии поучаствовали студенты Крымского агротехнологического университета и университета культуры. Если в дальнейшем молодежь проявит такую же активность, шоу, которое обещает стать традиционным, будет еще масштабнее. Виталий Попач, Олег Черемисин. Время новостей. В полку крымских бойцов ММА прибыло. Контракт с бойцовским клубом «Торнадо» подписал известный спортсмен, победитель многих всеукраинских и международных турниров, чемпион мира по боевому самбо Руслан Беликов. Какой он видит свою роль в развитии микс-файта в республике и когда собирается дебютировать, узнавала наша съемочная группа. Он прекрасно зарекомендовал себя в украинском микс-файте, но сейчас в силу того, что на его второй родине в Донецке полным ходом идут военные действия, пришлось менять прописку. Тем более Руслан родился в Крыму. Вот так на любви к полуострову с помощью общих знакомых и с учетом больших спортивных перспектив президент бойцовского клуба «Торнадо» Владимир Цой оформил контракт с титулованным мастером. Руслан Беликов на сегодняшний день и в принципе не только в пространствах Украины, но и в России и Европе очень известный спортсмен, титулованный, обладающий, скажем, большими высокими званиями в мире спорта. Поэтому его, как бы, я знал уже очень давно еще со времен проведения турниров на территории Украины и в Крыму. То есть спортсмен очень известный и я очень рад, что он уже в нашей команде и возглавляет, не возглавляет, он является одним из вторым тренером нашего клуба. Я его толкаю, человек обычно сопротивляется, идет на меня. Но в этот момент я его не могу, не могу, не могу под руку. Кроме соревновательной составляющей, на нового бойца еще и тренерский расчет. Он уже проводит тренировки и в руководстве клуба всерьез рассчитывают, что к высочайшему уровню Беликова подтянутся и другие крымские спортсмены. В частности, еще один тренер «Торнадо» Инвер Аблекимов рассчитывает громче заявить о себе и в качестве бойца, но для этого ему долгие годы не хватало достойного спарринг-партнера. Насколько я его смотрел в бои, у него хорошая взрывная сила. Я смотрю, он это тренирует. Ударная техника отличная. И также, как бы, у него, по-моему, мастер спорта по дзюдо, по-моему, у него бросковая техника отличная тоже. Вот этому я бы получился. Тем не менее, наидно полагать, что боец такого уровня сфокусируется исключительно на тренерстве. Скорее, он своими результатами покажет молодым, к чему надо стремиться. А первая проба ринга, уже под крымским флагом, у Руслана Беликова будет совсем скоро. Сейчас надо доводить форму до максимума. Сейчас я уже активно готовлюсь, подхожу к этому, подтягиваю свою форму. Форма, ну, в принципе, нормальная. Скоро до днях уже я уеду на сборы. Там мы уже, как бы, максимально доведем мою форму до максимальных кондиций. Дебютный поединок за полуостров Руслан Беликов проведет ориентировочно 21 февраля на турнире в Краснодаре. Соперник пока уточняется. Валерия Назиряна, Андрей Трещук. Время новостей. Такими были новости к этому часу. Мы продолжаем следить за всем, что происходит на полуострове. Оставайтесь с первым крымским и будьте в курсе последних событий. Редактор субтитров А.Семкин